Равно как и в кинотеатрах, на малых экранах ноябрь отличается давно не виданным изобилием. Мы с трудом поместили в нашу десятку самые интригующие шоу, жертвуя продолжениями популярных проектов вроде «Великой», «Ривердейла» или «Флэша». Помимо новых амбициозных сериалов, таких как «Соколиный глаз» или «Ковбой Бибоб», «Последний осенний месяц» порадует финалом спин-оффа «Нарко», неожиданным продолжением «Короля тигров» и «Возвращением Декстера». Нарко. Мексико. Третий сезон. Финальный сезон спин-оффа сериала «Нарко» расскажет о последствиях тюремного заключения наркобарона Феликса Гольярдо. После его ареста война картелей разгорелась с новой силой, ведь место лидера осталось вакантным. Управление по борьбе с наркотиками тем временем пробует использовать заключённых в качестве информаторов, но расследованию мешает ад творящийся на улицах Мексики. Преступников больше не пугают служителей закона и угрозы тюрьмы. Премьеру последнего сезона «Нарко. Мексико» омрачает уход ключевых фигур проекта – актёра Диего Луны и шоураннера Эрика Ньюмана, ответственного за все пять сезонов франшизы. Снимать концовку будет его соавтор Карло Бернард. Посмотрим, сможет ли он завершить сериал так же красиво, как оригинальный «Нарко». Но хотя бы эффектным финал наверняка получится. Судя по промо-материалам, экшена в этом сезоне будет, как никогда, многое. «Еллоустоун» четвёртый сезон Мы анонсировали выход сериала ещё в июне, но сегодняшняя неразбериха в индустрии внесла изменения. Ждать нового сезона шоу Тейлора Шеридана пришлось ещё полгода. Однако оно того стоит. Судя по интервью и промо-роликам, сбавлять обороты авторы не намерены. Сериал всегда отличался стабильностью качества, что подтверждает как рецензии критиков, так и оценки зрителей на IMDb. Аудитория тоже растёт. В третьем сезоне она увеличилась почти в два раза, к финальным сериям собрав у экранов шесть миллионов зрителей. Вероятность того, что именно четвёртый сезон станет провальным, невелика. Тем более Шеридан продолжает и дальше повышать ставки. Все анонсы намекают на то, что каждый из ключевых героев чего-то лишится и столкнётся со смертельной угрозой. А правятся ли члены семейства после случившегося в прошлом сезоне, пока неизвестно. Но если да, то им почти наверняка придётся вновь защищать ферму до последнего, ну и, конечно, ввязаться в очередную войну. Теперь, в том числе из «Жажды мести». Декстер. Девятый сезон. У фанатов Декстера появился шанс закрыть давний гештальт. Его финал общепринято считают одним из худших в истории. В том числе и мы недавно включили шоу в ролик о скатившихся сериалах. Но, оказывается, на нелепом восьмом сезоне история культового маньяка Декстера Моргана не закончится. Её продолжат отцы-основатели проекта. В качестве продюсеров выступит исполнитель за главные роли Майкл Си Холл и шоураннер классических первых четырёх сезонов Клайд Филлипс. Оба заверяют, что история будто бы начинается сначала. На то же намекают и промо-материалы. После драматичных событий восьмого сезона Декстер уехал в вымышленный городок на севере штата Нью-Йорк, поменял имя и начал жить заново. Он работает в оружейном магазине и пытается справиться с постоянной тягой к убийствам. Но маньяки не бывают бывшими. Вскоре прошлое настигнет Декстера, и ему придётся окунуться в пучину насилия, снова пробудив в себе внутреннего зверя. Психиатр по соседству Новый психологический триллер Apple TV+, раскроет комедийных актёров Уилла Феррелла и Пола Радда с новой стороны. Звёзды предстанут в образах сложных драматических персонажей внутри истории, основанной на реальных событиях. Феррел сыграет добродушного неудачника Марти, предпочитающего игнорировать свои проблемы. Радду досталась роль хитрого психиатра, который не соблюдает границы и вторгается в жизнь пациентов. Он использует странные методы, нарушает врачебную этику и открыто манипулирует героем. Жизнь Марти действительно меняется, но совсем не в желаемую сторону, хотя он сам и не замечает подвоха. Неуверенному в себе мужчине потребуются годы, чтобы понять, что его судьбой управляет коварный психиатр. Шершни После авиакатастрофы летевшая на самолёте женская футбольная команда пытается не погибнуть в лесу. Борясь за жизнь, отчаявшиеся девушки вынуждены разделиться на кланы и прибегнуть к каннибализму. В этом аду выжило лишь несколько человек. Их судьбу покажут во втором таймлайне истории, действие которого развернётся 25 лет спустя. Героине выяснят, что кошмар ещё не закончился, а в тех самых лесах процветает ужасающий культ. Сериал Шоу Тайм балансирует на стыке драмы, триллера и хоррора. Шершни — это странная смесь остаться в живых, ведьмы из Блэр и самцестояния. Но, конечно, на минималках. Канал давно не радовал зрителей дорогостоящими качественными проектами. Новый сериал в первую очередь намерен удивлять смелой историей и обилием загадок. Также привлечь публику должна исполнительница одной из центральных ролей — позабытая Кристина Ричи. 41-летней звезде семейки Аддамс и Сонной Лощины, наконец-то выпал шанс на камбэк со сложной драматической ролью. Мэр Кингстауна В городе Кингстаун единственным процветающим бизнесом остался тюремный. По этой причине у власти давно стоят лидеры криминального мира. Бросить им вызов решает семья Макласки, которая владеет долей в индустрии. Они намереваются изменить расклад сил и навести там порядок. В борьбе за чистоту родного города им придётся, продираясь через коррупцию, системный расизм и насилие, поставить на кон собственные жизни. Благодаря связям с криминальными лидерами Майк Макласки заполучил кресло мэра, но тем самым добавил в свою жизнь серьёзных рисков — он вынужден постоянно действовать на грани закона, помогая проворачивать нелегальные дела своей коварной матери. Мэр Кингстауна — это новый флагманский проект Paramount Plus и второй большой сериал с Джереми Реннером в этом ноябре. С точки зрения актёрского перформанса даже более интересный, чем «Соколиный глаз». Звезде кинокомиксов придётся вжиться в непривычный образ противоречивого борца за власть внутри сложной социальной драмы. Но узнаваемые лица в кадре даже не главное достоинство проекта. Сильнее интригуют именно тех, кто остался за камерой. Снимает сериал режиссёр тренировочного дня и великого уравнителя Антуан Фукуа, а в качестве шоураннера выступил специалист по современным вестернам и автор сериала «Еллоустоун» Тейлор Шеридан. «Король тигров» Второй сезон Спустя полтора года неожиданный хит Netflix получил продолжение. Никто не мог предсказать феноменальный успех документального сериала, но именно он оказался самым популярным проектом времён первой волны коронавируса и вдохновил сотни костюмов прошлого Хэллоуина. Ну, все эти безумные истории из мира сумасшедших реднеков были лишь началом. Во втором сезоне зрителей ждёт ещё больше диких подробностей из жизни поехавшего владельца зоопарка Джо Экзотика и двуличной зоозащитницы Карл Баскин. Харизматичный аферист расскажет новые факты прямиком из тюрьмы, а ещё нас познакомит с новыми героями. Колесо времени Крупнобюджетный фэнтези-сериал от Amazon Prime – очередной претендент на корону «Игры престолов» или, как минимум, неплохая затравка перед ожидаемой премьерой «Властелины колец» от всё того же сервиса. Размах тут почти столь же грандиозный. «Колесо времени» – это цикл из четырнадцати книг за авторством Роберта Джордана, который вдохновлялся как раз произведениями Толкина. У фэнтези-саги огромная фанбаза, давно ожидающая масштабной экранизации. Как минимум, на костюмы и декорации тут явно не поскупились. В трейлере художественная часть выглядит вполне на уровне большого кино – неслучайно над первым сезоном работали целых три года. В качестве главной звезды сериала сервис заполучил талантливую Розамунд Пайк – уж она явно не затеряется на фоне гигантской массовки. Amazon настолько уверен в успехе эпического проекта, что ещё до премьеры продлил его на второй сезон. Сюжет, как и во многих фэнтези-историях, развернётся вокруг Избранного. Представители влиятельных кланов направились на поиски трёх подростков, один из которых должен оказаться реинкарнацией древнего могущественного дракона. Согласно пророчеству, он навредит человечеству, но в то же время и спасёт его. В числе искателей дракона в путешествие отправляется Мурейн – представительница женского ордена Айз Сэдай. Она верит, что один из разыскиваемых подростков поведёт людей в великую последнюю битву. Во время долгих странствий героине предстоит несколько важных встреч и потрясений, в ходе которых она изменит представление о самой себе и о мире. Ключом к процветанию цивилизации по итогу может стать не столько избранный, сколько мирное сосуществование всех кланов. Одним из центральных посылов Роберта Джордана было гармоничное сотрудничество женщин и мужчин, которые только сообща могут построить успешное общество. Эта идея пронизывает весь цикл романов и плавно перетекает в экранизацию. Ковбой Бибоб В один день с фэнтези эпиком от Amazon Prime на Netflix выходит другой потенциальный хит – художественный ремейк культового аниме-сериала. Фанаты по привычке ругают сервис, вспоминая мемы о том, как он обычно адаптирует популярные истории. Но, возможно, именно Ковбой Бибоб станет исключением. По крайней мере, первый тизер внушает доверие. Он необычно смонтирован, а операторская работа и боевая хореография удачно обыгрывают стилистику аниме. Пожалуй, это вообще самый стильный сериальный тизер за последние годы. Если авторы и в рамках шоу продолжат в том же духе, то зрителей наверняка ждёт один из самых эффектных проектов года. Сюжет следует традициям японского оригинала. В далёком будущем несколько охотников за головами путешествуют на космическом корабле под названием Бибоб. Команда состоит из отставного копа, хакера, мошенницы, ловца беглых преступников и генетически совершенного Корги. Вместе им предстоит множество приключений, встреча с необычными существами и охота за самыми опасными головорезами вселенной. Соколиный глаз Соколиный глаз уже на момент Реальтрона с трудом вывозил супергеройские замесы Мстителей. После драматического противостояния с Таносом лучник решил, что ему точно пора на покой. Но перед тем, как уйти, Клинт Бартон подумывает подыскать себе замену. Он знакомится с молодой лучницей Кейт Бишоп, на которую охотится мафия. Разбираясь с новыми врагами, Соколиный глаз попутно учит девушку, как без суперспособностей не затеряться на фоне гамма-мутантов и богов с других планет. Соколиный глаз станет первым полноценным праздничным проектом Marvel. События сериала развернутся параллельно с реальным временем выхода эпизодов, то есть незадолго до Рождества. Финал же выйдет аккурат к любимейшему американскому празднику. Пропитавшись новогодними вейбами, Соколиный глаз будет балансировать на грани комедии и криминала, сохраняя узнаваемый весёлый марвеловский тон. В качестве фундамента авторы взяли культовый комикс «Хок-Ай» Метта Фрэкшна, который отличался лёгким бытовым юмором и приземлённой историей. На фоне Локи или Сокола и Зимнего солдата этот сериал выглядит камерным. Действие затрагивает всего несколько дней, а противостояние с нью-йоркскими преступниками поместится в шесть небольших эпизодов. В них Клинта ждёт встреча с врагами, которых он нажил во время бытности Рониным. А также герой вынужден будет сразиться с белой вдовой Еленой Беловой, уверенной, что Соколиный глаз виноват в смерти её сестры, Наташи Романов. Вот такой у нас ноябрь. На этом на сегодня всё. Смотрите хорошее кино и до новых встреч на GSTV.